Вот смотрите, да, грубо говоря, подсолнув по системе ноутил, высотой человека. Я метр восемьдесят три, и вот подсолнув, пожалуйста. Листовой парад здоровый, зелененький такой, хороший. То есть, всего ему хватает, все он растет. Значит, данное поле уже 10-8 технологий ноутил, земледелия. И я обращаю внимание, что при технологии ноутил лучше растут культуры. В данный момент бобовые. Бобовые являются необходимой культурой для технологии ноутил. Необходимой, потому что она своими корнями, своей биологией, корней всего основного накопления азота, чудеса с землей, которой ни одна обработка не сделает. Я уверен, что мы потом проедем на другое поле, покажу, какой подсолнечник у меня растет после нутра. По технологии ноутил. Да, нужны затраты лишних удобрений, азотных. Да, надо контролировать состав макроэлементов фосфора у нас в Крыму. Где-то в других регионах калий. Но с помощью этой технологии мы сберегаем свои силы, сберегаем свои средства, улучшаем природу на данный момент. Это самое главное. Потому что, как есть такая фраза, мы в ответе за землю, на которой живем. Даже вот многие фермеры у нас говорят, что тип почв влияет на данный момент. Сегодня я общался с фермером, у которого солончаки. Это на границе, там, Джанкойский район уже ближе к Севашам. Он говорит, только эта технология дает результатов, потому что раньше у меня ничего не получалось. И ротации силы оборота. Одна культура другая. Обогащают? Они обогащают, они меняют, не дают заболевать одной культурой, другой. В принципе, все должно в совокупности. Вообще, другие технологии, если кто будет заниматься, есть. Это система. Система, требующая постоянно мышление, постоянно изменение своих трансформаций, как говорится, мозгов. Так, и так. Постоянно экспериментов, постоянно всего. То есть творческая работа. То есть раньше ребята так, ну, что убрал культуру, клуб загнал, спахал, перепахал. Потом еще куча раз проехал, проелозил культиватором и готовится сел. У нас в Крыму этим заниматься, это убийственно. По причине того, что у нас засуха, у нас почвы бедные, у нас плотность, мощность пахотная всего 50 сантиметров. Дальше людьми, у нас страшная. Поэтому только эти технологии насквозят. У нас после этого будет нам плотность. Результаты. Да, результаты, эффективность. Да, там, в Крыму я не получаю высокий урожай, как там раньше у нас, когда орошение было. Вот, ну, как будто так и этим результатом доволен. Вот. Потом защита от болезней тоже очень много, потому что в Крыму бывают заболевания. Бои какие у нута особенности, не дай бог уложения. 20 миллиметров осадковых, по всему большому колену резко. Резко влажность в воздух увеличивается. И можно урожай, в принципе, свести к минимуму до 50 нер. Это у меня раньше было. Сейчас мы этого уже добились. Мы увеличили урожайность 5 раз. За счет того, что мы применяем определенную систему защиты растений. Сколько вам лет потребовалось для улучшения, для достижения таких результатов? Лет 10? 2, 8, 10 лет. Понимаете, в жительском хозяйстве, это не то, что там, вот я конфетная фабрика, я всегда пример привожу, да? Вот, там, тяжело туда-сюда. Ну, у нас же, естественно, мы от погоды зависим. У нас растянутый бизнес-процесс. То есть мы не можем, да, там, сегодня сделал, завтра получил, да, там, сегодня шоколадку заложил, завтра конфетку не понравилось, перестроил, и все. У нас это проходит месяцами, а то и годами. Поэтому вот процесс вот этой террористой технологии не изучено. Путка – это бомба для сливоборота в Крыму. Бомба. По любой технологии, кроме пахата. Вот. По тисковке у ребят растет, по наутилу многие выращивают. Ну, пахата тоже, ну… А нут по наутилу – это бомба вдвойне, получается. Да, то и в тройне. Почва богата, насыщена всем. Он, плюс своими корнями, вот мы идем как по подушке какой-то, да, грубо, чувствуем, да, как будто мягкая путь. И пойти по обработанной почве, да, и по обработке даже нут сияться. Так, ну, потому что 7 лет наутилу уже к чему-то пришли. Американцы, читая страницы, да, и общавшись с ними на конференциях и на всех. Вот, то есть мы видели, что они 17-20, то есть они уже доказали, они уже начинают там небольшие такие темы, там коровы должны пастись, на поле массажировать, то есть еще что-то. Ну, мы пока до этого не дошли. Мы их, то, что они 15 лет прошли, сейчас мы это проходим. Ротации культур, замена горневых систем, изучение покровных культур, потому что при этой технологии покровных культур у нас в Крыму пока не получается, из-за засухи, да, там осадки бывают, у нас выпало там за неделю 80 миллиметров, но это нонсенс. А так обычно супер. Поэтому и то уже ж не видно, что будет дошли. Ну, у американцев свой, опыт-то у нас свой, все-таки территория географическая положение. Нет, широта одна идет, мы по широте, с каким-то штатом Южной Дакоты схожи. И у них применяется, как, знаете, по винограднику, вот говорят, в Крыму виноградник, это штат, в каком-то, на какой-то земле. А состав почвы, то есть это? У них хуже состав почвы, у них разная почва. У них хуже намного земля, я бы видел. Вот, у нас лучше земля, и поймаете, и как бы не то, что там жизнь заставляет. Вот, у них и техника вся для этой технологии. И мы эту технику приобретаем, и срисовываем иногда свое делаем, еще лучше получается. То есть в России потихоньку к этому приходят. Из-за того, что, во-первых, ресурсы сбережения происходят. Не выливаем лишнее топливо, да, в землю. Другая проблема еще на Украине, одно хозяйство, которое нам пионер наутило, это Агросоюз Днепропетровской области, я раньше с ними хорошо, и сейчас поддерживаю связь заочно с руководством. Они даже по киотскому протоколу добились себе компенсации за то, что сократили потерю углерода. То есть, что прямо влияет на локальное потепление. То есть, вы понимаете, да, насколько так можно вопрос изучить, что за счет вот этого вот всего, потому что пахота, это в 5-6 раз увеличивает потери. А углерод, это все, это изменение климата. То есть, оно может малость влияет, там, 20% в отдельном весе, да, но, как говорится, капля-капля и океан получается. Так я считаю и это. Ну, это уже другая материя, теория. В России это нереально, потому что там по киотскому протоколу мы сильно не проходим, сильно заморачиваться не хочу, тем более в Крыму это даже не. А так вот в Америке, если серьезное хозяйство, серьезный хозяин, он добивается этих еще, не в Штатах, говорю, в Штатах, Штаты, по-моему, по киотскому, кстати, не проходят, много заводов. В другие страны, та же Япония, та же это самое, в Японии тоже там даже пытаются. Но сама фишка, самой технологии предусматривает собой проблему решения и с людьми, проблему решения с финансами, такое ресурс сбережения, да, и проблему с экологией. То есть, для меня три проблемы, да, а может там еще и больше для людей. Вот, ну, такое. Ну, и в конечном итоге много свободного времени. Убрал, забыл, уехал отдыхать. В несезон, то есть, можно заниматься... У меня сезон, ты можешь ехать отдыхать, на берег моря загорать, если есть возможность время. Как говорится, убрал, доработал, сложил, поехал отдохнул, продал, дальше поехал отдохнул. И жди, вот сейчас у меня... Единственное, за счет того, что много культур у нас в обороте, у нас 5 пока, я планирую 7. Немножко растягивается процесс уборки. То есть, за счет ротации, за счет вот этого увеличения культур, не одна, а, допустим, 7, да. Потому что многие фермеры, которые основное проводят обработку, да, которые пашут, рискуют, для них, допустим, спасеть всем культуру, это проблематично. Почву подготовить, система защиты, система того-то. Катастрофично для них. Для меня это не катастрофично. Изучал культуру, технологии, выработал, пошел все, пока не надо ничего делать, посеял, убрал, посеял, убрал. Проблема у нас СВЛК-супер, которая посеет любую кучу. Ей по барабану влага, ей все равно насеет. Мы посмотрим еще технику, обзор технику. Обязательно, мы не курицы парков судим, но просто я говорю за то. Вот, и второе, вот смотрите, вот у нас, можно повернуть, вот где стоит закетка от жадки. Это вот поле, человек забрал на спайк, там самостоятельно проводят, обратите внимание. Вот и амброзик, как ковер в футбольное поле. А вот поле наше, левее, да, сейчас вот плавно, поверните, дальше вот в стороне. Вообще не видно, ни зелени, ничего. Вот это 7 лет ноутила, за счет того, что мы не закапываем жадники вниз. А, как говорится, что 80-90% жадников пропадает, когда лежат на... А когда ты и закапываешь, они находят нужный момент, и не нужно... Вот, вот произойдет, если здесь посеет, если вот, ну, на этом поле, вот зарасчет, чтобы это было. Если даже провести механическое сейчас вмешательство. Вот, смотрите, да, вот, грубо говоря, подшуму, по системе ноутил. Высотой человека. Вот, я метр восемьдесят три, и вот подшуму, пожалуйста. Листовой парад здоровый, зелененький такой, хороший. То есть, всего ему хватает, все он растет. Растение, это как, знаете, как живой организм, он так и есть, да, растение. То есть, это биология. Оно что-то взяло, то, что взяло, надо обратно вернуть в почву, да, и цепь получит определенный результат. Вот, и я вот заметил то, вот, многие у нас фермеры, знающие, не знающие, там, дилетанты, не дилетанты, многие с агрономическим образованием, многие без. Многие же как у нас, философия, а вот Иван Иванович делает, он агроном, он высшее образование, я буду за ним повторять и делать. У него не получилось, у меня не получилось, у него получилось, у меня не получилось. Но факт то, что Иван Иванович, чем надо смотреть, он как бы идол в этом плане. Идеал, идол, я не знаю кто. Гуру. Гуру, да, гуру. Вот, но, не учитывая тот факт, что земля, земля является накопителем питательных веществ, вот, и многие питательные вещества в нее попадают извне, извне только внеся ее человеком. Это многие питательные вещества. В данном случае это фосфор. И вот многие сеют, допустим, не замечая на этот фактор, да, и без удобрений. Они пашут поле, говорят, что ты пашешь? А я, чтобы урожай получить. А ты проверял, ну вот, раньше же пахали. Понимаете, люди, основываясь на свои, грубо говоря, я не говорю, хочу называть, да, там, как динозавры, да, вот это, в старинке бегают. Ребята, а что я не пашу, у меня такой пацанок вырастает. Я не пашу, более уже 7 лет. У меня вырос такой пацанок. Я не то что. А вот у тебя земля другая. Ну, начинают оправдания находить, но мне это уже все равно. Я учить никого не собираюсь. Я занимаюсь, это мой бизнес, просто как бы, мне проще эту технологию обсуждать. С теми, кто понимает. С чужими людьми из других регионов. Мне интересно. Вот я на форуме даже вот активно веду активно беседы, активно мы там и дискутируем, и до скандалов доходят. Доходят до того, ребята там, которые не наутильщики, они уже сидят там 7 лет, и они не могут перейти, они психологически себе не могут перейти. Задача себя психологически перестроить. Знаете, вот как, ну, грубо говоря, живешь там в квартире, да, и думаешь, как уйти в дом жить, да, блин, дом это ж убирать его надо, туда-сюда, вдруг подумаешь, да, там нету шума соседей, да, там лишних тем разговоров, а, ну, и вот ты пока себя психологически не перестроишь, не убьешь быка у себя в голове определенного, тогда ты сможешь перейти, а по-другому никак. Только хозяин должен себя переубедить в этом, потому что государство не заставит. Единственное, можно заставить, сказать, будете по наутильщик субсидию получать, наша философия сразу побежит, это, вот, обо-дом. Но это, кого не поймете, я считаю, это неправильно. Человек должен сам себя перестроить, и к этому подойти, если он занимается бизнесом, правильно? Да, вот, в данный момент, вот такой вот у нас пацончик выше вас. Вот почва тут не годится, говорят, почва не годится, то годится, то не годится, любая почва годится для наутила, любая. Крымская. И не зависит, понимаете, в Крыму, тут тоже, вот, я на северных, вот, мы обсуждаем, да, может, не пойдет эта технология, может, эта технология в северных, где не хватает тепла, чтобы вот эти температуры, потому что мы сеем по наутилу, температура почвы не прогрета, лук уже схожи с семян. В Крыму это происходит по-другому, в Крыму это быстрее, быстро, динамично, и все, и мы успеваем. Поэтому, может быть, там это, я еще раз повторюсь, хотя казахи эту технологию применяют. Только задача, вот, государству, сделать оптимальные селки, чтобы они сеяли, чтобы селка работала на фермера, а не фермер на селку, потому что у нас многие покупают, опять же, да, селки, и говорят, что мучение для механизатора. Да, она может дешевая, да, она может то, но механизатор мучается, он все проклинает на свете, то ломается, то летит. Если я комбайн купил, у меня к нему вопросов нету. Цена-качество. По селкам я не беру, почему? Потому что я боюсь, я должен сеять. Если в сельском хозяйстве нюанс какой, вовремя. Если ты вовремя не успел, ты потерял. Поэтому особенно сев, особенно уборка, опрыскивание, все остальное. То есть это не как строительство, бетон замесил, залил, цемент остался в следующий раз. Есть по-другому. Труд, труд, труд. И качественная сельхозтехника. Качественное удобрение, внесение, вот, все остальное. Во-первых, нету воровства у меня. Не воруют. Как? Как так? Вот так вот, не воруют. Потому что везде, в всех процессах, свои люди присутствуют. Ну, уже как бы, ну, знаете, на совесть рассчитано. Вот. Ну, будем надеять, смотрю по расходу горючки, всего, что платим. Ну, платим достойную зарплату. Не буду говорить какую, но платим достойную. И человек доводен. Человек отработавший, может, не посещая другие города, столицы нашей великой страны, заработает, тут нормальные деньги. Вот и все. Живя на месте, где родился, там и пригодился. Это немаловажно. А текучки, получается, у вас тогда и нет. Нет, у вас механизатор, остальное, как бы, сторожа, вот такой, знаете, они не бегут, я им нормальную, достойную зарплату, потому что я против этих всех текучек. У японцев, например, у них, чем дольше, у них, они чем характерны. У них один человек может проработать 25 лет, 30 на одном предприятии. У нас, соответственно, текучка, так как для многих фермеров, для бывших колхозов, для бывших, это нормальное явление. А, один пришел, завтра другой придет. Потому что, человек, когда опытный, он лучше понимает и с ним легче работать, когда он неопытный. Да, характер бывает, там проявляется, какой-то в чем-то. Но это человек, он же, ну, есть и рассудок, и разум, и все остальное. Поэтому, приходится и психологом быть, и философом, тем угодно. Потому что, по-другому, люди пока выполняют, пока у нас нету робота, чтобы сами ездили, и убирали, и косили. Ну, я чувствую, конечно, это, может, грань фантастики какой-то. Есть вообще технологии. Вот. Ну, понимание многих, я верю в это, я понимаю, что это будущее, что через пять лет уже будут самоуправляемые, как бы не то, как оно правильно, что беспилотный тракторал, они уже есть, пилотные проекты уже в Америке. То есть, может, скоро от человеческого фактора и уйдем. Вот. Но, чтобы нас эти роботы потом, в конечном итоге, не погубили. Но это уже второй вопрос. Ну, то есть, понимаете, да, технология, не зависящая от глобальной, глобальной роли человека. То есть, человеческий фактор просто следит за тем, за тем, за тем. Вот и все.